предшественники современных очков для коррекции зрения вошли в массовое употребление только к 19 веку разумеется не потому что раньше у людей не было соответствующих технологий о линзах их свойствах люди знали еще глубокой древности но похоже на то что до этого человечества просто не было небольшой необходимости в очках понадобились определенные изменения стиля жизни чтобы старые технологии начали использоваться для изменившегося мира сегодня я предлагаю вашему вниманию мутную историю очков начнем с коррекции дальнозоркости которая является очень распространенной проблемой согласно современной статистике больше половины людей старше 45 лет и практически все кто старше пятидесяти начинают чувствовать что они хуже видят вблизи мы замечаем что текст на экране начинает расплываться и мы начинаем пользоваться плюсовыми очками фактически слабыми лупами увеличивающими мелкий предмет ну или просто лупами кому как удобнее и о лупах о выпуклых линзах человечество узнало давным-давно при раскопке древней столицы ассирии это в нынешнем ираке нашли линзу из горного хрусталя пятикратного увеличения который датирует восьмым веком до нашей эры это самое древнее из найденных подобных линз но хорошо обточенные линзы из натуральных камней встречают по всему миру древние греки уже прекрасно знали что если стеклянный шарик налить воды то полученным устройством можно фокусировать солнечные лучи и зажигать огонь или прижигать раны потому что в древности выпуклые линзы использовались почти исключительно для разжигания огня а не для коррекции зрения до появления книг и газет большинство людей очки были просто не нужны во первых потому что средняя продолжительность жизни была тогда значительно ниже и соответственно не так много людей доживало до возрастной дальнозоркости а из тех кто доживал очень мало кто умел и имел необходимость читать и писать средневековой европе единственными потребителями так называемых читальных камней это такие выпуклые линзочки из прозрачных камней или стекла которые клали прямо на страницу и сквозь них видели увеличенные буквы так вот их пользователями были исключительно монахи а больше никто не умел и не хотел читать ни простой люд ни дворянство даже в тех общинах где уровень грамотности был довольно высоким чтение не было таким всеобъемлющим занятием как сейчас и люди не писали друг другу письма мелкими буквами на семи листах как викторианцы ну сколько ты там напишешь на бересте или на глиняной табличке ну пиши покрупнее никому не приходилось читать пользовательские соглашения вот такой толщины только единицы были вынуждены ежедневные по многу читать и писать ну опять же мастера и художники конечно использовали увеличительные линзы для работы над мелкими деталями ювелирных изделий или для иллюстрации рукописных книг но эти лупы были скорее частью специфического профессионального оборудования коррекция зрения не было массовым явлением и общей заботой как сейчас и это про дальнозоркость что же касается близорукости то при отсутствии необходимости водить машину смотреть кино на телефоне читать объявления читать оглашатой на что она не казалась людям большой проблемой если твоей профессии не была охота если тебе не нужно было ежедневно бить белку в глаз то было не так уж важно как скоро ты начнешь узнавать знакомого который идет тебе навстречу это не мешало тебе ходить за плугом доить корову обтесывать камни или как бы ты ждал один древнеримский писатель близорукость не влияет на цену раба не больше как он выразился чем то что некоторые рабы бегают быстрее других а некоторые медленнее это просто некоторая особенность человека который приспосабливается как к маленькому росту например это во-первых а во-вторых есть версия что в старое время близорукость просто не была такой распространенной проблемы как сейчас современные развитые страны переживают натуральную эпидемию близорукости мы не знаем точно почему у людей в юности портится зрение но мы уже практически уверены что чтение и работа на компьютере являются факторами риска существует очень много разнообразных исследований и я внизу дам ссылку на обзор статей которые пытаются понять связь разных факторов на развитие близорукости у детей но пока что все сходятся только на том что чем больше дети проводят времени на улице и меньше в четырех стенах тем меньше у них риск получить близорукость но это может быть связано даже не только с тем что конкретно дети делают сидя дома но и самим фактом что и глаза в годы роста не получают достаточно солнечного света есть австралийское исследование на эту тему в общем все ссылки внизу в описании в любом случае до того как газеты и художественные книги ворвались в наш быт что произошло только в 17 18 веке большинство людей просто не чувствовала необходимости в очках и первым массовым потребителем изобретателем очков становится духовенство монахи были профессиональными читателями и писателями именно в среде были изобретены очки для чтения в конце 13 века в италии вероятнее всего в пизе были изобретены очки похожие на современные в 1305 году доминиканец богослов чердана даривал то упоминал в проповеди не прошло и 20 лет с тех пор как было открыто искусство изготовления очков призванных улучшить зрение это одно из самых лучших и необходимых искусств в мире я видел человека первым создавшего очки и я беседовал с ним но тут мы можем только поверить ему на слово вообще-то он был блаженный то есть практически святой навряд ли врал вскоре коллега джордана брат александро де ласпина начал изготовлять очки в монастыре святой екатерины в пизе про него уже писали в хрониках этого монастыря очки придуманные неким человеком который не хотел ими делиться он дала спина смастерил сам и охотно и радостно делился со всеми венеция быстро становится центром производства очков по вполне понятной причине я дам внизу ссылку на мой рассказ об истории венецианского стекла если вы еще не видели и первое изображение очков находится на фреске церкви города тревиза это недалеко от венеции эта фреска создана в 1352 году и на ней кардинал хью де сеншер читает скриптории в очках тогдашней модели вскоре на острове мурана сформируют отдельную гильдию изготовителя очков и в 14 веке очки в италии стали довольно распространены к примеру поэт петрарко тот самый петрарко упоминал в письме что ему очки не были нужны до достижения 60 лет а потом ему сделали очки все эти ранние очки были плюсовыми минусовые линзы научатся делать только в пятнадцатом веке и только в семнадцатом иоганн кеплер тот самый математик и астроном придумавший солнечную систему напишет правильное объяснение того как выпуклые вогнутые линзы могут исправлять дальнозоркость и близорукость соответственно первые очки представляли собой две линзы за скрепленные в деревянные оправы которые скреплялись на шарнир приходящийся на переносицу они были тяжелыми плохо держались на носу и поэтому мы видим что их приходилось держать руками но к началу 17 века очки уже оправляются в тонкие металлические оправы и становятся очень похожи на современные при этом на голове они держатся ну как бог повелит как каждый раз придумывают заново и часто их все еще приходится держать руками они не были рассчитаны на постоянную носку наконец 1727 году лондонский производитель эдвард скарлетт придумал приделать к очкам дужки на шарнирах вы спросите а зачем у этой дужки колечки на концах потому что в те годы все носили большие парики и уши были закрыты дужки очков шли поверх парика и к ним привязывались ленточки которые потом завязывались на затылке бантиком 18 веке появляется первый бренд очков известный по всей европе лондонский оптик бенджамин мартин вывел на рынок очень популярную модель мартинс марджинс где оправа была сделана из серебра или стали округлые линзы вставлены в рамочки из кости или черепахового панциря мартин считал что вот эта затемненная каемка эти самые марджинс снимают нагрузку на глаза и примерно тогда же в середине 18 века один из основателей соединенных штатов бенджамин франклин он был ученым универсалом и изобретателем и он также как я одновременно страдал близорукостью дальнозоркостью так вот франклин соорудил для себя первые бифокальные очки он просто распилил линзы и вставил минусовые линзы сверху и плюсовые снизу и вот наконец мы вступаем в 19 век когда очки для коррекции зрения начнут приобретать большую популярность и внезапно опять лишаются заушников викторианскую эпоху женщины начинают усиленно читать татьяна ларина как вы помните была фактически в первом поколении активно читающих женщин чтение романов было нормализовано и женщины стали интересоваться очками разумеется речи не шло чтобы они носили очки постоянно для девушки из общества ходить в очках это было все равно как явиться на бал с деревянной ногой с пояской на глазу и попугаем на плече но в течение 19 века женщины начинают влиять на очковую моду не то чтобы дамы начали постоянно носить очки даже мужчины этого избегали до самого конца века а в россии в 19 веке вообще было принципе запрещено появляться в очках в присутствии царской семьи и людям в форме а форму тогда носили не только военные но и гражданские служащие и студенты им запрещалось носить очки в официальной обстановке на службе когда они в форме требовалось личное разрешение императора чтобы носить очки на службе и это удостаивались отдельные лица отдельные важные чиновники министры остальные справлялись как хотели дельвик друг пушкина был очень близорук и в лицее ему все женщины казались прекрасными и только когда он встречал их где-нибудь не формальной обстановке в гостях он обнаруживал как он ошибался дельвик был одним из очень немногих близоруких людей того времени сделавших очки частью своего имиджа для остальных светской ситуации существовали ворнеты ворнеты использовались как мужчинами так и женщинами и это был фактически ну раскладной театральный бинокль его можно было поднести глазам посмотреть на что-то и немедленно опустить долго таращиться в лорнет было неприлично тем более было неприлично разглядывать других людей в лорнет как это делали известные нахалы евгений онегин и григорий печорин в общем-то даже без императорских указов ношение очков имела на себе сильную социальную стигму оно метило человека как слабого болезненного и сильно умного очки к этому времени уже настолько ассоциировались с монашеством что от этого стереотипа было сложно избавиться однако близоруких людей становилось все больше и все больше людей нуждалось в очках для постоянного ношения и поэтому очки начинают стремительно терять душки и оправы и становятся практически невидимыми на лице пенсне входит в большую моду закрепленные на переносице тонкой пружинкой пенсне были почти невидимыми и с ними могли смириться даже дамы пенсне конечно периодически слетали с носа поэтому они крепились к шнурку или к цепочке которая в свою очередь могла прикрепляться за зажим к одежде или цепляться крючку за ухом или иметь булавку которую дамы закалывали волосы монокли же носили только мужчины чтобы удерживать стандартный монокль в глазу нужно довольно сильно напрягать и кривить лицо что оказалось совершенно неприемлемым для дам но и для большинства мужчин которые беспокоились о собственной внешности но концу века монокли стремительно входят в широкое потребление среди военных потому что они продемонстрировали неожиданное удобство в полевых условиях оказалось что вставить в глаз монокль гораздо быстрее чем раскладывать разворачивать и зацеплять за уши очки кроме того он занимает меньше места его меньше риска сломать и кроме того монокль давал вам возможность смотреть видеть одним глазом вдаль и другим вблизь просто закрывая один глаз и монокли так жестко начинают ассоциироваться с офицерством особенно в англии в германии что печально знаменитый английский авантюрист перси топлис регулярно выдавал себя за офицера просто вставляя в глаз монокль и все начинали принимать его за начальника в конце концов монокль приобретет такую скверную репутацию что он станет непременным атрибутом карикатур и таким материальным символом агрессии как прямой военной так и завуалированной социальной журнал нью-йоркер самоироний позиционировал себя как журнал для манхэттенской элиты и он поместил на свою первую знаменитую обложку архетипичного сноба с моноклем в любом случае к началу 20 века постоянное ношение очков или пенснея или монокля все еще является нежелательным и большинство людей избегает это делать джозеф чемберленд и антон палыч чехов были яркими исключениями именно поэтому они теперь являются лицами для соответствующих статей википедии большинство же знаменитости даже если они пользовались какими-то инструментами для коррекции зрения предпочитали фотографироваться или сидеть для портретов без очков стигматизация очков продолжалась фактически до самой середины двадцатого века огромную роль в нормализации ношения очков и превращение их из медицинского протеза в обыденный повседневный аксессуар сыграли во-первых президент рузельт а во-вторых популярный комический актер гарольд ллойд и образ очкарика в общественном сознании начинает раздваиваться теперь это не просто психический социальный ущербный инвалид как это было в девятнадцатом веке а или такой свободномыслящий интеллектуал или забавный чудик но только уже поколение битников начиная с бадди-холли и джона леннона и кончая нашим александром демьяненко превращают очки в часть положительного модного имиджа звезды и политики перестают издеваться над собой используя первые жесткие контактные линзы они были сделаны из плексигласа птичку жалко и начинают открыто носить очки на кино и телеэкране героиня мэрилин монро в фильме как выйти замуж за миллионера панически стеснялась носить очки и она попадала из-за своей близорукости во всякие конфузные ситуации до тех пор пока в конце фильма один понимающий джентльмен не убеждает ее что очки не портят девушку а придают ей шарм интеллектуальности на дворе уже пятидесятые годы и грейс келли будучи очень близорукой была первой кинозвездой совершенно не стеснявшейся носить на публике очки не только темные очки но и для коррекции зрения она появлялась в очках как на церемониях оскара так и на официальных мероприятиях когда она уже была княгиней монако и это официально означало что очки больше не являются предметом который нужно конфузливо прятать в рукав или в ридикюль весь жанр комиксов одновременно использовал уничижительные стереотипы существовавшие по отношению к очкарикам и помог с этими стереотипами справиться и кларк кент это альтер-эго супермена и питер паркер это человек-паук и дайана пренс это вандер-вумен носили очки которые с одной стороны работали как маска которая помогала им скрывать свою настоящую супер личность а с другой стороны они противопоставляли их слабый земной персонаж с дефектом их супергерою с невероятными физическими способностями и исключительного физического совершенства и поколение нердов очкариков легко идентифицировали себя с этими персонажами которые были одновременно очень похожи на них в очках и воплощали их запредельную мечту без очков и благодаря популярности этих героев этих историй мы теперь имеем концепцию гикшика модного стиля в котором очки не просто являются допустимыми они являются желательными и некоторые люди начинают носить очки с прозрачными стеклами без диоптрий просто для имиджа и согласно исследованиям очки увеличивают вероятность вашего успеха на интервью при приеме на работу они улучшают шансы политиков на выборах потому что в глазах публики очки теперь ассоциируются с умом и общей интеллигентностью а в вопросе выбора романтического партнера очкарики в среднем кажутся более заслуживающими доверия и поэтому особенно для мужчин очки могут быть хорошим инструментом манипуляции на романтической арене многим женщинам больше нравятся мужчины в очках потому что они кажутся более безопасными и умными и более карьерно перспективными но в целом ношение очков уже стало уже такой рутиной что мы почти перестали это замечать тем более мы перестали определять человека через ношение очков 50 лет назад слово очкарик говорило о человеке все сейчас почти ничего если к примеру вас сейчас попросить не подглядывая перечислить кто из главных героев в теории большого взрыва носит очки а кто нет вам понадобится задуматься при том что с точки зрения людей прошлого двадцатого века они все очкарики ну кроме разве что пени и это была история очков я не включила в рассказ солнцезащитные очки просто потому что у меня не хватило бы времени и вообще это отдельная история напишите внизу если вас интересует эта тема я просто разберу ее как-нибудь отдельно а на сегодня у меня все спасибо вам за внимание и всего доброго и не шалите